Это программа «Мой район». У меня в студии волонтёры из Москвы и заслуженный артист России Сергей Куприк. Тимур, Леонид Сергеев, добрый день. Добрый день. Тимур, как давно вы совершаете эти поездки в зону СВО? С 2015 года, с февраля. В то время, наблюдая за тем, что происходит, стало тяжело как-то всё это переваривать. И хотелось хоть какую-то поддержку, помощь оказать Донецку. И я пытался узнать о каких-то фондах существующих, кому можно перевести деньги или что-то сделать, какую-то помощь оказать. Но, к сожалению, сложно было найти таковые фонды. Они не нашлись. Я просто набрал в интернете детские учреждения Донецка. И по первому телефону позвонил. Когда я позвонил, к телефону подошла девушка и сказала, перезвоните, пожалуйста, позже нас бомбят. И я перезвонил позже. Это оказалось Юлия Дегтярёва, с которой мы вместе с 2015 года занимаемся этой деятельностью. Помогаем и мирным жителям, и детям-инвалидам, семьям многодетным. И в госпитале привозим гуманитарную помощь. А кто-нибудь уехал из ваших знакомых туда? Да, да, очень интересная история. Я познакомился с Сергеем, которому сейчас 62 года. Мы с ним в одно время были в Мариуполе. Он ходил, предлагал свои услуги всем военным, говорил, возьмите меня, пожалуйста. Я хотел бы участвовать в СВО. Но его никто не брал, потому что он великовозрастный человек. Не беря в расчет то, что он очень крепкий парень. Зимой плавает подо льдами и тому подобное. И бывший разведчик. В итоге на сегодняшний день, слава богу, его взяли. И, в общем, он такой очень прославленный воин света. Находится на переднем краю. Сергей, а вы как давно вовлечены в эту историю? Я так вспоминаю, года с 16-го, с 17-го мы начали ездить на Донбасс. Мы периодически туда приезжали с концертами, а с гуманитаркой уже начали... Когда говорите, мы с концертами, расскажите о своем. С коллективом со своим стали приезжать. В общем-то, человек, который у нас занимается, наш представитель в Луганске и в Донецке, он раньше делал нам концерты в «Мирной жизни». И мы как-то с ним идем разговариваем. Сергей Твердохлеб его зовут. Он постоянно там сотрудничает со многими фондами. Помогает, выезжает на территории освобожденные, раздает гуманитарку. Я ему говорю, Серега, ты мог 20 лет назад представить, чем мы с тобой будем теперь заниматься? И вот где-то года 16-го, 17-го, я помню, мы приехали в одну из военных частей, непосредственно на передовой, и я услышал случайно разговор ребят, когда один другого спросил, а что-нибудь привезли? И для меня как-то... Ну, я командира спрашиваю, говорю, а что-нибудь нужно? И он мне говорит, да все нужно. И вот с этого, пожалуй, началась вся наша вот эта гуманитарная деятельность. То есть мы приехали домой с Катей, с женой, мы все время вместе, она как директор, как администратор мой. Купили, нашли бронежилеты, нашли каски, купили, все затарили в микроавтобус свой и поехали опять туда. Вот с этого все началось, и как-то понятно стало, что и в госпитале нужны лекарства, и мирному населению тоже нужна помощь в виде продуктов. И мы потом покупали 8 тысяч банок тушенки туда отвозили. Так что вот начало было положено именно сначала с концертов, а потом мы поняли, что с пустыми руками в такие места, в общем-то, ездить, наверное, нельзя. А когда вы получали звание Народного артиста Украины, в каком году? Заслуженного артиста Украины. Ну, это опять же, так как у нас, в общем, Донбасс в 2004 году входил в состав Украины, ну, благодаря Донбассу, благодаря именно луганчанам мне было вручено это звание, я был награжден Заслуженным артистом Украины, именно за песню «Баллада о Луганчине». Мы тогда еще в составе группы Лесоповал ее исполнили. Потом я поступил в Академию культуры и искусств имени Матусовского тоже в Луганске. В 2008 году я ее закончил. Ну, в общем-то, именно благодаря луганчанам я получил свое первое звание Заслуженного артиста. Сергей, у вас ведь есть и другие награды, которые, я полагаю, для вас ценнее, чем звание Заслуженного артиста Украины. Да, это Орден Дружбы Донецкой Народной Республики. Кто вам вручил и когда? Денис Владимирович Пушилин вручал, это было в 21-м году, 21-м годом подписано, а вручил в 22-м году, мы в Есеноватой на дне города выступали. Вот эта вот награда за гуманитарную помощь мне Игорь Леонидович Пасечник уже подписывал. Как ваши коллеги по цеху музыкальному комментируют вашу деятельность? Вы как-то обсуждаете это теми, кто не вовлечен? Меня, честно говоря, очень радует. У нас есть такие организации, благотворительные концерты, где организовывают пункты сбора, то есть люди туда приносят вещи, генераторы, то есть кто что может, тот приносит. Коллеги по цеху, да и вообще хочу сказать, что люди в своем большинстве, они хотят помочь искренне. Даже у меня есть парень знакомый, он автослесарь. Человек небогатый и говорит, я знаю, что вы возите гуманитарку туда, я хочу там передать ребятам носки и трусы, может денег там. Я говорю, денег не надо, деньги мы вообще не собираем ни на какие карты, то есть мы сами справляемся, у нас есть несколько человек, которые это делают. И вот таких вот людей, как бы даже небогатых, их очень много, которые действительно, вот они собирают довольно большое количество таких вещей. Знаете, отрадно, конечно, что даже студенты находят время и возможность быть вовлечены в это правое дело. Леонид, вы на третьем, да? Да. СВО в моей жизни появилось, как у всех россиян, в феврале 2022 года. Мой товарищ Дмитрий Усков занимался видеоблогингом по военной, тактической, медицинской теме. У него было достаточно большое количество знакомых летчиков, разведчиков. И так получилось, что когда все началось, нам стало понятно, что будут нужны медикаменты в огромном количестве. Их нужно формировать в аптечке, и самое главное, нужно учить пользоваться. Военный получает аптечку, говорит спасибо, все, вот он знает там, что такое жгут, что такое перевязка, но в целом знаний по военной медицинской подготовке по какой-то причине ему могло не хватать. Вот. Проблема, естественно, актуализировалась уже в сентябре 2022 года, когда началась мобилизация. Я, собственно говоря, принял решение ехать на линию соприкосновения по той причине, что понимал огромное количество людей, сейчас там появится, которые военной медицинской подготовкой занимались, хорошо, если пять лет назад. Кто-то 20 лет назад сраждал срочную службу контрактную, может и более. Позвали меня именно как человека, который понимает, как и чему можно научить. Леонид, а как вам помогает город? На сегодняшний день мне очень сильно помогают средства массовой информации. Вот, спасибо вам, что пригласили на вашу передачу. Обо мне написали две статьи в двух различных газетах. И это оказало большую помощь. Обо мне узнали люди, вот, одноклассники родителей, которые увидели знакомую фамилию, знакомое отчество, лицо. Вот, и люди переводят суммы денег. Конечно, безусловно, их, как и у всех, не хватает для нашего дела, но для какого-то старта, вот, собственно говоря, для планирования второй поездки, для планирования курсов обучения, запуска телеграм, ютюб-канала с именно методическими обучающими роликами. Пока что вроде хватает. Дальше посмотрим. Тимур, а вам чем помогает город? Город нам помог провести марафон. Это было в конце декабря. Собрали какую-то часть гуманитарки, собственно, с которой я на следующий день после марафона отправился в Донецк. Ну, то есть вам выделили площадь? Да, мы выделили студию, да, в которой мы встречались с гостями. Помощь была очень позитивной. Леонид, я так понимаю, что вы ведь преподаете и в школах тоже, да? Да, я работаю и в школе, и в институте, да. В школе я занимаюсь тем, что частично веду предмет УБЖ, кружок начальной военной подготовки в рамках движения ЮНАРМИ. И в институте, сотрудничаю с ним же, ЮНАРМИ занялась подготовка студентов, которые учатся в среднепрессиональном образовании, получают высшее образование. И веду у себя же предметы, связанные с тактической, с огневой, с медицинской подготовкой. Леонид, а как реагируют школьники на такие занятия? Знаете, парадокс, но об этом мало кто думает. Но одна из основных идей педагогики, особенно у подростков в моей возрастной категории, с 12 лет, это личный пример. То есть можно достаточно долго говорить о ценностях, что правильно, что нужно, но если самому не соответствовать, то, конечно, они не пойдут за вами. Вот у меня сейчас моя первая большая победа, большой результат. Мои воспитанники, кто закончил девятый класс, у меня практически половина класса и еще часть их параллели поступила в колледж МЧС. Хотя изначально, когда мы с ними встретились в шестом классе, у ребят не было никакого интереса, кроме пятерки по оба же. В нашем сюжете мы рассказывали о людях, которые делают саперные кошки. Вы знаете, что это такое? Они бывают разные. Один из примеров, это примерно как якорь, трехсторонний якорь приблизительно. Такая сцепка. И к нему присоединена веревка около 30 метров, которая держит где-то 250 килограмм. То есть ее тащат, она едет, гребет, да? Да. Сейчас это очень актуальная история. Люди, у которых есть какое-либо производство, связанное с металлом, с лазерной резкой, и такой конструктор. У них есть, их условно можно разделить на два типа. Одни похожи на ель, елочку вытянутую, вторые, собственно говоря, на якоре, вот как только что коллега сказал. Они собираются к конструкторам, к ним привязывается трос. Трос держит огромную нагрузку на разрыв. По своей сути, это якорь, который, соответственно, необходимо кинуть вперед, протянуть на себя, если есть мина, растяжка, соответственно, он сработает. Ну и с эвакуацией раненого также работает дополнительный зацеп. Да, и по своей сути, это два куска металла, нарезанные лазером, которые практически ничего не стоят, а вещь необходимая в каждое, в принципе, подразделение. Леонид, тебе хотелось сказать большое спасибо, даже, наверное, не тебе, а твоим родителям, что у тебя такая очень правильная позиция, правильное воспитание. Потому что, вот насколько я помню, в 90-х годах у нас как-то это было утеряно, и молодежь, патриотическое воспитание не было, ну, вообще, по сути, не было. Нет. То есть это могли привить только родители, да, вот, кто непосредственно тебя воспитывал. Такие вот молодые люди, как ты, это вот очень радует, это очень здорово. Спасибо тебе большое. Пример хороший. Маме с папой они смотрят. Да, ну, к счастью, такие люди есть, да, их немало. Огромное вам всем спасибо. После рекламы мы продолжим разговор о том, как Москва и москвичи оказывают помощь в зоне СВО, в том числе детям.